Военнопленный украинец Александр Ищенко, служивший водителем в бригаде АЗОВ, умер в СИЗО Ростова-на-Дону от полученных травм. Вот к такому выводу пришли украинские судмедэксперты после передачи тела. И вот в документе говорится, что причиной смерти стали шок, переломи ребер, закрытая тупая травма грудной клетки. Дата смерти 22 июля 2024 года. Александру было 55 лет, он родился в Мариуполе, был моряком до полномасштабной войны. Вот мы видим еще одно циничное нарушение Российской Федерации и Женевской конвенции. Но как заставить за это ответить? Наверное, в том же СИЗО даже никого не уволили. Конечно, нет. Дело в том, что в этом СИЗО только что уволили начальника. Но это еще за... в этом же СИЗО был захват заложников. Еще вот за это. Поэтому тут увольнять каждые пять минут не будут отношения к украинцам. Слушайте, мне вот ровно из этого СИЗО вчера поступило абсолютно трагическое сообщение. ровно из этого СИЗО. Я вам прочитаю. Оно, конечно же... Ну, то есть я не скажу, кто это пишет. Вчера в одну камеру в Ростове, в этом СИЗО номер один, завезли двух азовцев. 2000 года рождения, 1997 года рождения. Запытанные и замученные. Они поступили в СИЗО-2 Таганрога. Большинство обменяли, а этих нет. Их запятули в Таганрог и потеряли. То есть они были заморожены. Они были заморожены в течение нескольких лет. Спины рассплассованы ногайками. По телу следует электрошокер. В состоянии инкоммуникада два с половиной года. Мы такого еще не встречали. Два с половиной года инкоммуникада. Два с половиной года всем говорили, что их там нет. То есть я уверена, что родные считали их погибшими. Сейчас, за два с половиной года спустя, избрали меру и ведется следствие. Под пытками, да, они дали показания в убийствах мирных. Сейчас их предупредил следователь. Соскочив с этих показаний, поедет снова в Таганрог. В СИЗО-1 Ростову следы пыток не зафиксированы. Врачи, в кавычках, отказались. Из хорошего. Им пришла посылка от Красного Креста, пока не были в Таганроге. Хорошая посылка. По пять конфет и по одному ореху арахиса на брата. Следователь. Лейтенанту ФСБ Ростовской области Терентьев М.О. Лично принимает участие в пытках, электричестве, крутящейся обезьянке и прочее. Фамилии есть. Их зовут Дахненко Александр Игоревич. Родился 6 сентября 2000 года. По образованию он историк. Ученый-историк. И Самченко Дмитрий Николаевич родился 1 апреля 1997 года. 2,5 года. Их пытали в СИЗО Таганрога. И, представляете, перевели в СИЗО, где погиб Александр Ищенко. Перевели и в этом СИЗО для них условия лучше, чем в Таганроге. А про Александра Ищенко я вам хочу еще одну очень важную вещь сказать. Что он проходит по так называемому делу поваров. Он сам был водителем. Водителем в Азове. Но с ним по делу проходят еще 9 женщин. Всего там больше 27 обвиняемых. Все они работали в Азове поварами. Вот одно из них мы видим за плечом у Александра Ищенко. Из-за того, что они работали водителем, а женщины работали поварами. Получили зарплату. Это работа. Это работа войской части. Но мало того, что это военные плены. Это не входит ни в какие конвенции. Их нельзя судить. Потому что это военные плены. Это не гражданские. Это люди, выполнявшие свой долг. Есть же несколько конвенций об этом. И в любом СИЗО, в любой тюрьме очень тяжелой беспыток. А это еще совершенно очевидное убийство. И у меня такое ощущение, что Александр пожертвовал жизнью. Просто защищая украинских женщин. Теперь представьте себе, что в этом СИЗО, в этом СИЗО, там и женщины сядут, и вот эти поварихи. В это СИЗО, где только что погиб Александр Ищенко, туда перевели вот этих двух тоже азовцев из СИЗО Таганрога, где в тысячи раз хуже. Представляете, что это? Я нет. Я не могу себе это представить. Я боюсь об этом думать. Что выдерживают люди в 21 веке в центре Европы? Ольга, а вы вот зачитали это письмо. И там просто страшные, жуткие факты. Есть даже имена палачей. Я хотела уточнить, а что вот дальше? Куда обращаться? Кому кричать? Куда стучать? Тот же Красный Крест, вот вы зачитали, пять конфет прислали. И по одному орать. Ну, я думаю, что на самом деле они прислали больше, просто все было украдено. Но вот, по крайней мере, так вот, то, что они успели рассказать. Понимаете, вот куда обращаться? Сейчас для этих двух бойцов Азова ситуация, конечно, гораздо лучше, чем была еще несколько дней назад. Потому что они выведены из-под режима инкоммуникада. То есть сейчас к ним может прийти адвокат, и он придет. Можно передавать передачи, и они, конечно, будут переданы. Сейчас уже у них ситуация другая. Мы теперь знаем, что они живы, и они теперь раскрыты. Теперь уже можно за ними наблюдать. Конечно, они будут суждены, скорее всего, получат пожизненный срок. Но мы с вами понимаем, что пожизненный срок – это ничего не значит. То есть они в итоге будут обменены, либо Путин сдохнет, в конце концов, и все изменится. Сейчас самое главное, чтобы они остались живы. Чтобы они остались живы и сохранили здоровье. Потому что человек рядом с ними, рядом с ними Александр Ищенко, он погиб в том же самом СИЗО. И сейчас важно, конечно, сохранить каждую украинскую жизнь, чтобы просто люди дожили до обмена и до того, как Украина победит и заберет своих. И я очень благодарна волонтерам, потому что, конечно, СИЗО передачи носят волонтеры. Они очень хотят остаться анонимными, это совершенно понятно. По ссылке, например, труси сидящие уже больше невозможно. Мы стали уже от иностранного нет нежелательной организации. Но, конечно, все равно находим, естественно, способы и все это делаем. И переписываемся с тюрьмами, и пытаемся, и адвокаты ходят в зоны, и письма от родных передают. Самое главное – сберечь сейчас парней, которые все-таки выжили.